Это 43 серия летсплея Техномагия 3 Перерождение. Я начинаю новый летсплей с огромным количеством модов, нацеленных на магию, механизмы, путешествия и куча всего другого. На сборке присутствуют такие сущности, как творческие предметы. Кто не знает, это самые имбовые вещи в игре, некоторые из которых позволяют даже дюпать жидкости, энергию и предметы. Но имеют просто бешеные крафты, требующие тысячи, а то и сотни тысяч разных ресурсов. И моя цель на этой сборке это скрафтить все творческие вещи. Так, ребята, на самом деле я просто мекал мозг, потому что в предыдущей серии я начинал крафтить диск для увеличения хранимых ресурсов в системе хранения. В итоге я сделал все, что только возможно, но не скрафтил этот долбанный диск. О чем вы мне даже в комментах об этом написали. Поэтому эту серию я хочу начать именно с этого. Диск хранения, напоминаю, на 256 тысяч ресурсов. Я пробую его заказать, но смотрите, что мне тут выскакивает. Не удается создать, не хватает ингредиентов, чтобы завершить создание. Вам нужно удалить шаблон или убедиться, что шаблон не используется во время автосоздания, ведь шаблон поврежден с Незеркварцем. И это просто удивительно, потому что, напомню, в предыдущей серии мы создали автокрафт бассейна Маны. И в итоге я сделал такой шаблон, что он из одного Незеркварца создает два Незеркварца. То есть это можно сказать дюб, но благодаря Мане. Но системе хранения какого-то хрена не нравится этот шаблон. Блин, я могу его отдельно, по отдельности, точнее, заказать. Вот 64 Незеркварца, всё, 32 тратятся, они сюда приходят, всё, он создаётся. И обратно в систему хранения попадает. Только Мана до сих пор у меня нормально так и не хватает. Но если же я пробую заказать какой-то предмет, где используется кварц, то нифига ничего не получается. Поэтому мне либо нужно будет создавать какой-то другой шаблон, либо просто я забираю этот шаблон, пробую заказать предмет, смотрю, сколько не хватает кварца, обратно пихаю шаблон и заказываю его по отдельности. Например, вот так вот я это делаю, бамс, бамс. Правда, ждать, блин, сейчас 300 лет придётся. Ладно, но в итоге, когда кварц у меня накопится, мне опять нужно будет забирать этот шаблон. Хотя, нет, подожди, шаблон уже не надо будет забирать. Короче, тогда только я и смогу заказать диск, ладно. Я сейчас хочу проверить ещё одну тему, это попробовать поместить искру над этим механическим бассейном Мана. Ведь, как мы помним, если над обычным её разместить, то быстренько сюда будет вся Мана из других бассейнов наполняться. Но вот с механическим я это не пробовал. Ну-ка, бамс, о, реально, я, походу, её поместил, и она вот здесь над сборщиком, да-да-да, вот она здесь, прикольно, прям в блоке. Но только чтобы он забирал Ману из других бассейнов, мне потребуется дополнитель искр доминантный. Я его сюда помещаю и всё, будет работать. О, да, реально, вот смотрите, как Ман полетел, вау, вообще классно. Тогда мне эти распространители вообще не нужны, а то они так медленно туда помещают Ману. Лучше пусть вот здесь всё это распределяется. А откуда вообще Ману, интересно, забирается? А, вон аж отсюда, наверное, да-да, вот здесь искры. Класс, достаёт вообще оттуда, и всё, и кварц у меня в итоге максимально быстро переработался, только вот сюда я ещё помещу, знаете чё? Улучшение стопка, чтобы он кварц моментально по стакам забирал. Всё, теперь схема работает прям офигенно идеально. А, ну только сборщики надо обратно поставить. А, я, я, я теперь не могу его поставить. А ну-ка, если я сделаю вот так, потом, ээ, вот так. Это всё дельце поверну вниз, вниз я сказал, вниз, ээ, вниз, 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 во, всё, вниз. И помещаю заново искру. А, блин, а как дополнитель теперь, да что ж такое-то, я? Во, всё, получилось, ура! Народ, я знаю, что многие из вас хотели бы залететь с друзьями на какую-то интересную сборку и выживать совместно. Но играть через вокальную сеть, это сложно и неудобно. Поэтому вы можете это сделать на топовых сборках с модами сервера Пентакрафт. И не ожидай лёгкого развития. Ведь почти на каждом сервере у тебя будут усложнённые начала развития. Ведь запрещены, например, стандартные инструменты и оружие. Да и плюс, сборки усложнены модом под названием АИМ. И нет, это не какие-то там читы. Эта уникальная модификация добавляет в игру десятки новых механизмов, позволяющих автоматизировать многие моды, как Ботания, Драконик Эволюшн, Иммерсив Инжиниринг и расширяет контент многих других модов. Сервер Пентакрафт держится уже стабильно целых 5 лет в топе 10 серверов с модами СНГ. А изюминка Пентакрафта, что на серверах вообще нет никакого принуждения к донату. Просто голосуя за проект, ты можешь купить любую вещь или привилегию в магазине. Я часто захожу на сервер Трио, это усложнённая техномагия. Потому что я обожаю многоуровневые крафты и сплетение модов. А этого здесь навалом. Поэтому залетай ко мне, но обязательно при регистрации указывай мой промокод Иванчева и получай халявных 80 рублей. Внимание! Вайп на сервере был буквально вчера, да ещё и плюс в магазине сейчас скидки. В общем, Пентакрафт, как всегда, зашёл на минуту, а вышел через год. Правда, обнаружил я ещё один момент. Смотрите, я сейчас заказал кучу кварца, и гляньте, как он медленно сюда поставляется. Всего по одной долбаной штуке. И я даже знаю, почему это происходит. Потому что этот долбанный сборщик очень медленный. Вон написано, текущая скорость 1х, то есть, ну, медленная. Но если же я улучшу этот сборщик до, например, железного, золотого, алмазного или назеритого, то у последнего, гляньте, базовая скорость 125х, то есть, это в 125 раз быстрее, чем обычный сборщик. Но, но назеритого у меня нету, поэтому я закажу золотой, у которого в 5 раз быстрее. Ну, хоть что-то. И, хвала небесам, кварца хватает для диска. Но теперь у меня нет других ресурсов. Редстоун, кстати говоря, я тоже могу дублировать с помощью маны. Но, как мы видим, здесь маны для одной операции требуются катастрофически много. У меня еще нету такой мощной фермы маны. Поэтому, пока что, редстоун я просто нафармлю из руды, которую у меня копает цифровой шахтер из механизма. Следующий недостающий ресурс, это связующий процессорный компонент. Как мы видим, в его крафте используются нитки и сгустки слизи. Ниток у меня дофига, потому что они фармятся там, даже я не помню, с чего они фармятся. По-моему, с пауков или чего-то такого, в общем. Короче, из мобов на спавнерах, насколько я помню. А вот со слизью небольшие проблемы. Да, у меня тут и 180 штук, и тут еще 180, и 120. Но рано или поздно она 100% закончится. Но она у меня нигде не создается-то, вот в чем проблема. Блин, да вы просто не поверите, но и слизь можно создавать с помощью маны. Это прям какой-то универсальный мод, долбаная ботания. Я вообще любые рисы с помощью него могу добывать. Это надо, знаете, что сделать? Мне надо видос пройти с прохождением всей ботании в одном видео. Я там таких штук намочу, что вообще. И кто хочет, ставьте лайки и пишите в комменты. Правда, тут у нас появляется еще один интересный момент. Смотрите-ка. Чтобы превращать кактус в слизь, мне в бассейну маны придется поставить не колдовской катализатор, который у меня стоял, а алхимический. А, и блин, она сразу забралась в систему хранения. Короче, вы видели, да, у меня было 180, а стало 181. Но если я поставлю этот долбанный другой катализатор, то тогда у меня не будет работать автокрафт с кварцем. Ну и что это значит? Что придется создавать еще один механический бассейн маны. Я пробую это сделать, и у меня не хватает долбанных ресурсов, как всегда. И что я хочу сделать еще? Я хочу автоматизировать портал в Эльфхейм. Чтобы создать еще один дополнительный автокрафт, это автокрафт слитков элементе, пыльца феи и камней дракона. А, подожди, там еще и стекло эльфийское, по-моему. Ну, короче, всех ресурсов на эльфийском портале. И, собственно, в этом деле мне потребуется обменник Эльфхейма. Все эти механизмы прям офигенно выглядят на самом деле. Разработчики просто взяли основные эти все блоки из ботании и запихнули их уменьшенный вариант в эту фиолетовую коробку. Ладно, ладно, все, хватит восхищаться текстурами, погнали делать автокрафт. Тут, в принципе, я думаю, не особо-то и сложнее, как и с предыдущими. Ну-ка, посмотрим рецепты. Да, здесь, кстати, на портале Эльфхейма гораздо больше можно ресов создавать, чем я думал. О, подожди, даже новый ресурс появился, листва, дерево, грез, ага, это из аддона Мифик Ботани. Окей, я снова также попробую поместить на обменник из Крудали дополнитель доминатный. Ну-ка, мана поперла. Помещаю, допустим, сюда дубовые листья. И да, пошел процесс, кстати говоря, не особо-то и быстро. Интересно, а можно ли это как-то ускорить? Наверное, нет. Ну ладно, листва, дерево, грез получается. Давайте, кстати, посмотрим, насколько она прикольная. Ой, реально классная текстурка. Ну-ка, выпадает? Конечно, не выпадает, понятно. Ой, интересно, а можно ли оттуда листок какой-то выбить? Ну ладно, уже потом это проверим. Опять же, для автокрафта я сделал золотой изготовитель. Я его ставлю на верши. А, блин, а я искру присоединил. Да, 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 все, я присоединил. И также для удобства я здесь поставил кодировщик шаблонов, чтобы далеко не бегать. И просто кодирую вот таким вот образом шаблон из 2. Слитка моностали получается 1 слиток элементе. Запихиваю вот сюда. Как обычно, поворачиваю все это дело. И ставлю шину импорта. Погнали, попробуем заказать где-то 10 слитков элементе. Кстати, моносталь я тоже поставил уже на автокрафт. И все в итоге работает. О, кстати, что оно прям визуально отображается. Смотрите-ка, слитки залетают и вылетают элементы. Блин, как же это круто вообще. Как они это сделали? Ага, и осталось мне для механического бассейна только организовать автокрафт теростали. А тут в дело вступает завод промышленной агломерации. В крафте используется агломерационная плита. Ее я могу забрать, уже делал. Да и в принципе, всю вот эту вот мультиблочную структуру я разберу, потому что она мне не нужна. Ведь не зря же я создавал манно-инфьюзер и более прокачанный. И все-таки, эх, один слиток теростали придется создать вручную. Ладно, это последний ручной слиток теростали. И потрясающе, еще один механизм с офигенной текстуркой готов. В итоге у меня уже 4 разных предмета, которые я автоматизировал из ботании. Правда нет, вообще этот надо автоматизировать. Снова искра, доминатная вот эта вся фигня. Ох ты, манна пошла, да. У меня, кстати, мана, блин, уже закончилась, е-мое, мне надо уже наконец-то делать нормальный такой источник энергии. Хоть фу, этой манной. Так, здесь у нас интерфейс уже поинтереснее. Но на этой, кстати, штуке можно создавать только теросталь, но да ладно. Кондируем вот такой вот шаблон. Вот это только убираем. И здесь, в принципе, кстати, подойдет обычный испорщик, поскольку я не думаю, что мне настолько много потребуется создавать теростали. По идее, все готово. И могу я снова заказать механический бассейн. Ура, у меня готово просто дофигища автокрафтов. И я могу не париться теперь, не телепортироваться все время сюда и не создавать это вручную. Ну, хотя нет, подожди, я все равно еще не все автоматизировал. Ладно, посмотрим, что тут теросталь вообще создал. Да, блин, она создалась. Я даже заговорился, не успел это посмотреть. Ладно, что, механический бассейн готов? Да, готов, ура. Ставим его рядом вот сюда. Теперь я кодирую такой шаблон. Уже в этот бассейн поместил я алхимический катализатор. Шаблон пихаю сюда и пробую заказать слизь. Бамс, начать и... Ага, у меня отсутствует кактус. Ну-ка, еще раз. Вот так заказываю, сюда это поместил. Да, я не успел заметить, но оно переработалось. Правда, теперь открывается проблема с созданием кактусов. Но благо, в предыдущей серии мы сделали вот этот ультраимбовый механизм. Фитогенный светильник. Только сейчас он фитогенный облучатель называется. Поменяли все названия, гады. Благодаря нему я сделал просто-напросто бесконечную ферму дерева. Но если я вместо саженца дубового сюда помещу кактус, то он также будет плодиться. Ну-ка, смотрим, смотрим, смотрим. И 6 кактусов из одного, прикинь. Правда, раз у меня здесь уже перерабатываются саженцы, то тогда мне надо сделать другой фитогенный облучатель. И еще один автоматизированный фитогенный светильник готов. И у меня уже тут начинает выстраиваться завод. Только мне кажется, что я немного некомпактно присоединял все эти трубы. Но с другой же стороны, я сейчас использовал еще два новых лайфхака, которые вы мне писали в комментариях. Во-первых, я избавился, как вы могли заметить, от проводов, которые запитывают энергию, а поставил вместо них эндер-шлюзы, которые передают ее просто дистанцию... А, подожди, а я здесь забыл поставить. Прикинь, вот так вот делаю бамс и все. Далее я могу еще избавиться от одной сетки проводов. А именно, вы также подсказали в комментариях, что в улучшение я могу запихнуть такую штуку, как циклическая обработка. Давайте я попробую сделать это фитогенный вот этот облучатель. И в итоге получаемые саженцы, которые будут здесь образовываться, автоматически будут помещаться вот в этот свод. Только чтобы мне это проверить, нужно отсоединить тогда вот здесь провод. Ну-ка. Сейчас у нас здесь стак саженцев обрабатывается. Получаются саженцы и обратно сюда помещаются. Да, все, они просто не тратятся. Но тогда я теряю один слот для улучшения ускорения. И облучатель начинает работать медленнее. И вот я сейчас думаю, что лучше оставить. Либо все-таки пусть будет один занят вход вот этими всеми предметными трубами, или все-таки ставить улучшение. Эх, не, все-таки пусть будут трубы, реально. Скорость гораздо важнее, чем компактность. И плюс еще одна фишка, про которую вы написали, это интегральные компоненты. Оказывается, этой штукой я еще больше могу прокачать механизм. Просто тыкаю по нему, оно помещается сюда в слот улучшения. И у него, во-первых, увеличивается здесь емкость энергии, емкость воды. Да и, в принципе, сама скорость повышается в несколько раз. Поэтому теперь я с точностью могу сказать, что этот механизм будет работать на максимум. Ну-ка, запихаю сюда кактус. И, ну, да, конечно, не особо-то и быстро, но гораздо быстрее, чем по стандарту. Ого, все, кактусы обратно попадают. Короче, у меня работает схема, и я могу радоваться. Ура. Правда, я организовал бы еще один декоративный момент, а именно поставил бы здесь рамки и поместил бы вовнутрь, что именно создается в этом фитогенном механизме. Вот, теперь выглядит реально, блин, круто. Только, нет, все-таки рамки другого цвета хочу. Например, красный. Во, красота. И понятно, и удобно. Теперь со спокойной душой я могу заказывать огромное количество слизи. Посмотрим, как она будет прибавляться. О, блин, за еще и с такой скоростью, вау. Все, мы практически на финальной стадии к созданию, наконец-то, этого долбаного диска. Но вы не поверите, последний компонент, которого мне постоянно не хватает для их создания, это обычный песок. И знаете, вы просто не поверите, но и обычный песок можно тоже делать с помощью ботании. В общем, автокрафт дисков у меня будет основан практически полностью на этом моде. Поэтому я снова делаю автокрафт. Но все-таки у меня стало не хватать маны. Реально ее нужно очень много на дублирование и кварца, и создание той же самой слизи, да и песка тоже. И даже все эти эндопламени, которых у меня здесь штук где-то 20-30, они просто-напросто не справляются. Поэтому я предлагаю в следующих сериях мне построить более мощную ферму маны. А сейчас мы отправимся в жопу мира. И кварц я подобываю вручную. В итоге я добыл вот столько кванца и, кстати говоря, аж 4 яйца призыва магмового куба. Напомню, что чем больше яиц мне выпадает, тем больше ферм я потом автоматически их смогу создать на спавнерах. Но да ладно, это сейчас мне не надо. Самое главное, что теперь у меня наконец-то открывается возможность создать этот долбанный диск, а именно его заказать. И, видимо, крафтится он будет достаточно долго. Давайте подождемся. Ой, и кстати говоря, долго ждать не пришлось. И ура, наш первый мега модифицированный диск. И в принципе, больше никакой эпичности он не составляет. Просто его помещаем в дисковые манипуляторы и все. Я могу хранить на четверть миллиона ресурсов больше, прикольно. Следующее, чем бы я хотел заняться, это наконец-то создать лазерный бур. Как вы помните, 2 серии назад я делал вот этот завод латекса и начал вообще в целом распахивать мод под названием... Не суслик, блин, тут суслик, но это не суслик, нет. Industrial Forgoing. Остановились мы на создании продвинутой рамки механизма. В целом, я сделал вот этот завод латекса, а также пластика, который используется во всех рецептах. И, кстати говоря, пластик у нас где делается, получается, вот в этом механизме. И я бы хотел немного модифицировать этот завод с учетом новых знаний. А именно, я удаляю все эти провода. А вместо них к механизму просто присоединить эндер-шлюзы, все. Но единственное, все-таки провода я оставлю у этих жидкостных экстракторов. Потому что здесь их использовать будет целенаправленнее, чем ставить кучу эндер-шлюзов. И, блин, они, кстати, все запомнились латексом. Ура, наконец-то у меня не будет с ним проблем. Вот, обманываю, блин. Сейчас опять эти проблемы появятся по-любому. Ладно, я также добавил сюда еще один второй механизм. В нем именно и производится этот самый латекс. Правда, это говно, блин, требует еще и воду к нему присоединить. Я совсем про это забыл. Вода-то у меня здесь, но сейчас, ах, опять это будет все некрасиво выглядеть. Надо сзади как-то сделать. Ладно. Трубы провел, и отлично, вода есть. Все, латекс пошел производиться. А точнее, подожди, не латекс, а это, блин. Пластик, во, ну сначала резина, потом пластик. И здесь, собственно, тогда еще и шину импорта надо присоединить. Блин, сколько же требуется разных сторон, чтобы чего-то присоединять. Все, наконец-то давайте приступим к этому рецепту. Он, кстати, двухуровневый, то есть мне еще нужно будет обычную рамку механизма сделать. А здесь опять она такой рецепт имеет непонятный. Ладно, самое главное, что все ресурсы я подготовил. Давайте я их вот так выставлю. И да, 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 все, начался процесс. Получаем рамку механизма, а вот дальше появляется небольшая проблема. Где она? Здесь уже нужно будет розовая долбанная слизь вместо латекса. А я эту штуку еще ни разу не создавал. В создании этой слизи участвует интересный механизм. Называется завод резня мобов. Опять же, вообще непонятно, каким образом это все делается. Он может, кстати, помимо розовой слизи делать еще и жидкое мясо. Но если я зайду в интерфейс, то опять ничего не понятно, что ему надо. Здесь розовая слизь, здесь мясо производится. Но что тебе нужно-то, чел? Видно, что у него есть рабочая зона. Она, кстати, чуть побольше, чем в этом самом жидкостном экстракторе. И я так понимаю, что ему нужно будет убивать мобов. Окей, у меня есть квантовый ловец. Давайте в него я поймаю, допустим, тех же самых фантомов, которые тут летают. Ну-ка, как-нибудь я постараюсь их закрыть блоками, чтобы не улетели гады. Допустим, вот так. Все, выпускаю его и смотрим, будет он его убивать или нет. Блин, главное, не вылетит только гаденыш такой. Не, он его нифига не убивает. А, подожди, у меня же энергии нет. Если я ее присоединю, то... О, он убил! Убил долбаного фантома. И да, сгенерировалась, во-первых, розовая слизь, а во-вторых, жидкое мясо. И ресурсы просто-напросто, кстати говоря, пропали. Слава же богу, я могу сделать улучшение увеличения радиуса. Я сделал самого последнего, аж 12 уровня из изумрудов. Ой, из его, кстати, смотри. А можно будет бесконечный... Стоп, подожди, бесконечный, реально? Бесконечный молот, походу, это творческие какие-то предметы. Вау, неужели мы практически к ним приблизились? Ладно. По идее, я могу в этот завод резня мобов его поместить и радиус его... Ох ты, нифига у него, он увеличивается, вау. Да тут, блин, походу, целый чанг. Ладно, только теперь мне нужно будет сделать полноценный опять новый завод. Итак, что в итоге у меня получилось? Так, вы можете заметить, что я даже не ставил никакие ни стенки, не создавал ни специальную комнату для этого спавнера. А просто поставил два механизма и, собственно, сам этот спавнер. Я уже его немного улучшил, например, я добавил, чтобы мобы спавнились вне зависимости, рядом игрок или нет. Также, неважно, есть ли освещение. Ну и, собственно, поставил я туда зомби. Думаю, зомби это самый простой вариант, как их фармить. И самое главное, я отключил у них искусственный интеллект, и в итоге, когда они спавнятся, они просто стоят на месте. И, кстати говоря, резчик мобов, блин, он сразу их убивает. И в итоге я сделал, чтобы он именно розовую слизь толкал вверх в камеру растворения, которую я вторую создал. И она начинает здесь накапливаться. Во, классно. Но что еще интереснее я придумал сделать, это взять огненный стержень, во вторую руку Незер Кварстак, нет, я сказал во вторую руку. И, по идее, благодаря таким методам я смогу уменьшить радиус спавна мобов. И, по итоге, они будут появляться вот только вот на этом желтом стекле. Во, по идее, это уже работает. Ну-ка, давайте проверим. Только еще я хочу улучшить скорость этого всего. А, звезду Незера я что, забыл поставить, что ли? Ускорять все это дело я буду с помощью сахара, а также золотых часов. О! Хотя я уже выполнял это испытание, вы что, дураки что ли? Все, вы теперь гляньте, насколько быстро они спавнятся. И нет, все равно, они выходят за радиус работы, поэтому нужно еще уменьшить радиус. Ну-ка. И все, по идее, теперь они будут спавниться только в золотом стекле. Да, и он их очень быстро, кстати говоря, убивает. Но самое приятное, что с них не выпадают никакие ресурсы, они просто уничтожаются. Все, жидкого мяса в итоге здесь просто нереально много. И розовая слизь тоже прямо летит и едет. Ура! По итогу я имею все ресурсы для создания продвинутого машинного корпуса. Я их помещаю в камеру растворения, и процесс начинается. По окончанию которого мы его получаем. Он нам потребуется, кстати говоря, не для одного механизма, а тут аж 28, получается, разных механизмов. Поэтому не зря я сделал вот эту вот отдельную схему. Ой, кстати, зомби, вы слышите? Их вообще нифига не слышно, потому что я добавил в спавнер блок шерсти, который уничтожает все звуки. И все, они горят и умирают тут беззвучно, вот дураки. И даже никто вас не заметит. Продвинутый машинный корпус я делал для того, чтобы создать лазерную основу. И в конечном итоге, наконец-то, построить лазерный бур, благодаря которому мы будем давать еще больше ресурсов. И главное, древние обломки, блин. Я же наконец-то хочу сделать завод долбанного Назерита, и никак не могу уже до этого добраться. Ладно, а продолжим мы уже в следующей серии. А с вами был Ванчу, а всем... И на мой канал подписчись, ты забыл оформить под подписку, ты оформил ее, а так живай, ты пастор.